Вначале всего я хочу предложить свои полные распростёртые поклоны лотосным стопам моего духовного учителя Шили Бхакти Прамуда Пури Гасвай Махараджа и такие же полные распростёртые поклоны моему Шикшику Шили Бхакти Прамуда Пури Гасвай Махараджа и всей Гурварге. И президенту сегодняшнего собрания Шили Вишну Махараджа, Шили Кеша Махараджа, всем Саньяси и всем Брамачари и всем присутствующим здесь я предлагаю свои поклоны. И я прошу о Вашем благословении. Шри Чайтанна Прабхумбанди Ниттанананда Саходитам Шри Нанданандананангванди Радхика Чарна Дайам Гопи-ян-но-sama-yuktам-бин-дhavan-ману-хар Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Если мое сердце будет находиться в гармонии с сердцем Верховного Господа, с сердцем Сад-Гуру, тогда я могу стать по-настоящему счастливым. Иначе нет никакого вопроса о получении настоящего счастья. Если мы сможем привести в гармонию наше сердце с сердцем с Верховным Господом, то тогда мы сможем стать по-настоящему счастливыми. Иначе нет никакого вопроса о счастье. Обычные материальные люди, они так много энергии прикладывают к обретению материального счастья, но они не получают его. Они терпят поражение в каждом своем шаге, они не могут обрести то счастье, которое они хотят обрести. А почему? Поскольку они не знают настоящее значение счастья, и поэтому они все время терпят поражение в обретении этого счастья. На протяжении последних нескольких дней те ваше новое, присутствующие здесь, они говорили о разных шлоках, шикшаштыке. Но сегодня, в 5-е шлока. Я уже сказал, что наши гоствами не написали много книг, а все эти их книги, это просто объяснение этой шикшаштыке. Махапрабху, куда бы он ни шел для проповеди, Махапрабху говорил о самбандхе, абхидеи и прайоджане. Это главное. И Шила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Тракура Павхупат также говорит снова и снова, если вы не сможете развить вашу настоящую связь с самбандхагьяном, то вы не сможете даже начать бхаджан. Без самбандхагьяна никто не сможет начать настоящий бхаджан. Даже в этом материальном мире можно посмотреть такой пример, что те, кто начинают свою какую-то личную жизнь и выходят замуж, если у них нет никакого знаний о их взаимосвязи, о их... как сказать... то есть... они знают, что это мой сын, это моя жена, это мой муж и прочее. то есть они... они знают, как они связаны материалом плане, и поэтому отношения, они естественным образом строятся. То есть и под... и вот по милости Майдэви, это... знание о ваших отношениях, оно само проявляется. А в случае с Гурдэвом, с Вайшнавами, вы слушаете Харикатху, делаете какое-то служение, но... не далеко... но... но... наше... знание об... наших отношениях с Бхагаваном, с Верховным Господом, с Его Дхамой, именем, не всегда развивается автоматически. А почему? Поскольку у нас в нашем сердце есть другие желания, и... мы недостаточно предались. И вот согласно степени нашего самопредания, Локосным Штопаму Гуру и Вайшнавов. Это трансцендентное мирование откроется нам, согласно степени нашего самопредания. И поэтому, Шила Прохупа говорит, если Вы не можете развить чувство Ваших отношений с Господом, с Его именем, с Его спутниками, с Его обители, Вы не сможете начать, Бхажин, по-настоящему, это главное. И вот в Шикшаш-таке сегодняшний шлок о Самбанхе, о Пьеде, о Пайоджане, вот сегодняшний шлок о Самбанхе, а предыдущий шлок, это было, ну, предваряющий шлок, и сегодня наше само-самопредание лотосным стопам Верховного Господа. Но мы не можем просто взять и приблизиться к Верховному Господу и предаться Ему, то есть нету такого прямого пути. Вы должны следовать через губы Вайшнала в какого-то система. То есть нету такой системы непосредственно предаться Господу. Яна-какришна-дримуха-садаива, адарма-силаса-судхи-тася, ану-грухай-хо-чарантинунам, бута-ни-бхави-я-ни-я-на-гарна-ся. Яна-какришна-дримуха-садаива, адарма-силаса-судхи-тася, ану-грухай-хо-чарантинунам, нишчитаме-хак. Чарантинунам бута-ни-бхави-я-ни-я-на-гарна-са. Сисилас бхактивой-бхаг, пригу-симараджики-джайя. Силас бхактивой-бхаг, пригу-симараджики-джайя, вы можете не представить, какой силой он обладал. Вы не можете чувствовать, что он может изменить наше грязное сердце. Бхакти, если Вы проповедуете Бхакти, Вы должны следовать Ему. Если вы хотите вложить Бхакти, Вичар в сердце обычных людей, то есть у вас у самих должна быть сила, и такой обущественный духовный учитель, он может вложить чувство Бхакти в мое сердце. Обычные люди не могут это сделать. И вот когда сочетание Махапрабху явился в этом материальном мире, это было особое условие в то время, подобно тому, как на базаре иногда бывает какая-то распродажа, 50% скидки, например. И вот во времена Махапрабху был такой особый случай, вот в этой шлоке он описывается. Это было очень особый случай. И вот если сочетание Махапрабху находился там, он являет свою лилу, но так или иначе вы должны следовать вашему сад-герку Шилобхакрапху Шире, Бхакти вайбхару Куригаса Махаразы Шилу, Куригаса Махаразы или Шила Шидар Махаразы. Вы должны полностью слеплять его, ваше сердце должно находиться в гармонии с ними, и тогда вы получите чувство. Иногда так называемый преданный ответ ходит к Горде Шорда с Бабу Джимахараджи и спрашивает, чтобы он что-то рассказал ему. А Горде Шорда с Бабу Джимахараджи говорит, что у него времени нет, приходите завтра. И вот так этот человек несколько дней приходит, а Бабу Джимахараджи его откладывает на завтра, и этот человек уже возмущается, что я уже три дня к вам хожу, и мне так ничего не рассказали. А Горде Шорда с Бабу Джимахараджи говорит сам себе, какой глупый человек, они не могут оставить даже каких-то мелких мательных привязанностей, и они хотят узнать что-то, как это возможно. И на каком уровне это находится, и на каком уровне мы должны находиться, чтобы осознать величие всего этого. Горде Шорда с Бабу Джимахараджи говорил, что можно пойти на базар и купить какие-то книги, запомнить то, что в них пишется. Но осознание, где осознание всего этого можно получить. Но осознание, даже капли осознания невозможно получить, поскольку осознание переходит только через Гуру Ваишнава. Если мы не служим им, то как можно надеяться начать Рагануга Баджан, даже если нет у нас какого-то понятия здравого смысла, а что говорит о знании об отношении с Верховным Господом. И на самом деле это пятое шлока, это шлока, а самбан на гьяне, это только начало. Это молитва возможна только для сочетания Махапабу и для нашей Гуру Ваги Шилы Пархупады. Мы хотим стать пылинками, пылинками на лотосных стопах, рупагасами, какова же наша наивысшая цель, и шла Пархупады снова и снова говорить. Вот это шлока, мы не можем осознать величие того, что говорится в этой шлоке, то, чего мы надеемся обрести. Вы не можете чувствовать это, и мы удачливы, но мы не можем следовать в самое время нашей Гуру Ваги. И вот пылинки с лотосных стопах, рупагасами, сладян, вы знаете, каково же истинное значение даже Брама и Шанкар, они не могут обрести это нечто очень редкое и очень ценное. И так вот там в различных местах говорится, что Брама молится, что я хочу стать пылинками на лотосных стопах. Чехгупьи и Удав тоже говорит. Удав, он хочет стать пылинкой на лотосных стопах Гопи. Я хочу стать пылинкой на лотосных стопах тех Гопи, которые полностью служат Кришна для его удовлетворения. Посмотрите, насколько это велико, насколько высоко, докуда мы должны достичь. Сначала сегодняшняя слога это о самбанке. Следующий спикер могут объяснить более подробно, но так или иначе, сначала вы должны развить ваше знание о ваших взаимоотношениях с Верховным Господом. И я снова говорил уже много раз, какой же девиз Гаудия, главный в Гаудия философии Шина Чакравати говорит. Какова эта слога? Шина Чакравати говорит. Мы, Гаудия, не заинтересованы в какой-то другой философии и прочем. Мы не хотим слушать этого по руководствам Шилы Прабхупады Гуанги Махапрабу. Мы заинтересованы только в Рагану Габаджане, но все же мы должны быть очень осторожны. Шилы Бхактима Такова, Шилы Акеша в Господом Акарате, они все предупреждают нас. Летишь, тише едешь, дальше будешь не пытаться спрыгать через какие-то уровни Шилы Бхактима Акарате. Я был очень вдохновлен, очень удивлен его, Хари Катхой, не такой Сахаджи, как я. Поскольку прекрасно, согласно уровню преданных, он давал наставления. Если вы не будете следовать этому, то проблемы возникнут в нашем обществе. Сейчас время уже кончилось. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...